Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите очередной эпизод программы подборка от ему геймер, где я буду рассказывать вам о совершенно разных, но очень интересных вещах, касающихся видеоигр. Мы будем анализировать одну тему на пяти различных играх. Итак, поехали! Как же приятно взглянуть на голубое небо с распростертыми вдали пушистыми облаками. Эта картина безмятежности и спокойствия. Такие пейзажи не раз вдохновляли художников на написание своих различных картин. И, пожалуй, вдохновляли также художников-аниматоров, работающих в студиях разработчиков игр. Предлагаю вам посмотреть облачные уровни на пяти различных играх и подумать, насколько хорошо они были сделаны, как красиво и уместно выглядели. World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck Этот уровень красив, как вся игра в целом. Прекрасная анимация, приятные цвета, детально проработанные фоны и практически все элементы, встречающиеся на уровнях, абсолютно все радует глаз. Под стать названию мир иллюзий, наши облачки иллюзорно ожили, показывая нам свои сонные мордочки. Несмотря на свой не особо приветливый вид, они служат прекрасными передвижными платформами для нас. Всего на уровне два препятствия, это вихри и птицы. Последние, кстати, вообще ужасно угрюмы. Где же атмосфера умиротворенности облачного неба? Ну да ладно, я уже придираюсь. Еще порадовали облачные платформы, сделанные в стиле клавиши-рояли. На них частенько можно собрать кучу ништяков. Проходится этот уровень совсем не напряжно. Главное быть осторожным, чтобы не упасть. Вы же не хотите разбиться в смятку? Аладдин версия для Супер Нинтендо Здесь, вероятнее всего, нашего Аладдина окружают волшебные облака, сделанные, конечно же, не без участия джина. Этот джин не дает заскучать. Как, например, внезапно появляющиеся платформы в виде облаков, по которым нужно прыгать. Но помимо них появляются и другие вещи, для которых нужно иметь достаточную ловкость, чтобы зацепиться и перепрыгнуть. Поверьте, это довольно сложно. Благо, этот этап достаточно короткий. Сам по себе он очень красочный и веселый. Безусловно, удачный уровень, сделанный по сцене знакомства Аладдином с Джином. Его пропустить никак нельзя. Мистер Натс В этой игре нас встречает очень радужное небо и пышные облака, по которым нам предстоит прогуляться. Но также есть те, кто не рады нашему бельчонку. Мощные маленькие грузно-облачные создания своим злостным выражением лица всячески дают нам понять, что на небо мы забрели явно зря. Но если в нас проснется Марио, то они нам не страшны. Не-не-не, я не это имел ввиду. В общем и целом, задачи на этом этапе достаточно просты. Прыгаем по облачным платформам, собираем орехи, расправляемся с врагами и добираемся к выходу. Что еще ожидать от детского платформера? Тем не менее, художественное исполнение этого уровня заслуживает самой высокой оценки и выглядит действительно очень и очень приятно. Биг Нос Зе Кевмен С этой игрой все не так радужно, как с бельчонком. Если говорить на чистоту, то этот уровень был бы весьма уместен в качестве бонусного этапа, а не полноценной части игры. Новичкам в прохождении здесь будет достаточно сложно, поскольку скролящийся экран и встречающиеся враги требуют немалой реакции. Так что в целом он получился несколько скучным и совершенно не радужным. Визуальное оформление также весьма бедное, а музыка может напрягать кого-то. Ребята из God Masters не слишком хорошо продумали этот уровень, он мог бы получиться гораздо лучше. Феликс Зе Кэт Если после критики предыдущей игры вам хотелось бы мне сказать, Дарт, ты придираешься, что ты вообще хотел от восьмибитки? То вот вам удачный пример того, как на восьмибитной системе создать красивый, продуманный уровень по своей теме. Феликс Зе Кэт вообще пользуется среди геймеров хорошей репутацией, благодаря увлекательному геймплею и хорошему вспоминающемуся дизайну всех своих уровней. Итак, перейдем к нашему облачному уровню. Он не совсем облачный, там предстоит передвигаться по какой-то возвышенной горной территории. Однако, там достаточно высоко, чтобы мы имели возможность насладиться удивительными пейзажами облачного неба. В данном случае, как и во многих других играх, облачки для нас это платформы для передвижения. Напичканных на уровне достаточно, придется много прыгать, а порой еще успевать отбиваться от встречающихся неприятелей. Но ничего страшного, садимся в свой транспорт и движемся только вперед. Это была подборка Эму Геймер уровней с облаками. Теперь мы перейдем к интерактивной рубрике «Вопросы к зрителям». В предыдущем выпуске на вопрос, в какой игре на Sega Genesis Кот служит хорошим помощником в решении головоломок, я получил только один верный ответ. Это игра Bubble and Squeak, а автор правильного ответа это Никер 01. Молодец! А теперь, внимание, новый вопрос этого эпизода. Пираты позаимствовали мелодии из Donkey Kong Country и немного изменив ее, использовали в своей игре. О какой игре идет речь? Свои ответы оставляйте только в комментариях на YouTube под этим видео. Ну вот и все на сегодня. Если этот эпизод вам понравился, ставьте пальцы вверх, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали это, и ждите новых выпусков. Всем пока!